Я представляю команду Гидра, и мы работали над проектом для МЧС. Это сложная система, которая помогает оптимизировать и упростить расчеты времени работы спасателей в очаге возгорания. Как мы все знаем, работа спасателей – это очень тяжелая работа, и во время пожара каждая секунда на чеку. На кону стоят человеческие жизни, и поэтому тратить время на расчеты времени формул на бумаге, ручкой, просто недопустимо. И поэтому перед нами стояла задача создать систему, которая могла бы все это оптимизировать и упростить. Мы полностью изучили домен, провели аудит продукта конкурента, прогнали его через SWOT-анализ, провели серию интервью. Мы ездили в часть, мы принимали участие в учениях, мы вырывали высокопоставленных лиц с их каких-то мероприятий во время европейских игр, чтобы хотя бы 20-10 минут они нам уделили время и ответили на наши вопросы. Мы составили персоны, 4 огромные CGM-ки, где выделили ключевые проблемы, и для нас большим открытием стало, что кроме расчета времени появилось много подводных камней, которые мы и перенесли в нашу MVP-шку. Таким образом, ключевые функции нашего приложения, кроме расчета времени, калькулятора ГДЗС, это оперативный план и работа с картой, и навигация, маршруты и так далее. И теперь давайте представим ситуацию. Пожар, вы звоните в МЧС. В центре оперативного управления отвечает диспетчер. Он принимает ваши данные, записывает их все и начинает составлять путевой лист. В путевой лист он начинает вводить данные, и система автоматически подбирает ему ближайшую часть, подбирает оперативный план, место, на котором случилось ЧАЭС, и направляет, собственно, сам этот путевой лист уже в часть. И теперь то, над чем мы работали все эти три месяца, это наше дизайн-решение, наш продукт, это Android-приложение. Продолжаем историю с вызовом. В часть, на планшет, который находится в части, приходит уведомление. Пожарные спасатели собираются, берут все аппараты, садятся в машину и выезжают. По пути они изучают маршрут, карту, где вся информация представлена об объекте, месте, ЧАЭС, характере, ЧАЭС. Это не обязательно может быть пожар. Маршрут построен таким образом, чтобы команда как можно быстрее смогла добраться до места, без пробок, без всяких препятствий. Приехав на место, пожарные должны воспользоваться гидрантами, могут воспользоваться гидрантами. Но сейчас место их расположения находится на бумаге, в оперативном листе, в стопке, где надо все это листать, листать. Мы это закинули все в карту. Теперь понятно, четко видно, где гидранты работают, они активны, неактивны. Вместе с этим по пути на вызов команда изучает оперативный план. Опять же, на текущий момент это уже старые, пожелтевшие от времени бумажки, которые нужно листать, искать. Оперативный план — это огромный текстовый документ, в котором содержится информация, как тушить пожар, с какой стороны подойти, какие силы применять. Мы все это оцифровали и перенесли в электронный вид. По приезду на пожар в команде назначается постовой. Постовой — это человек, который на протяжении всей спасательной операции ведет коммуникацию со звеном. Он информирует их, когда выходить из очага. Он информирует их о том, когда выходить из очага, какое время у них осталось для работы и так далее. Перед тем, как запустить звено в очаг, постовой должен занести все параметры в планшет. Он задает название аппарата, количество баллонов, давление и включает их. Постовой полностью контролирует работу звена, он видит их время работы, он может регулировать, корректировать их давление. Расчет формулы происходит под каждую отдельную ситуацию, будь то найден очаг или подключен пострадавший. И теперь самое главное, давайте быстренько представим ситуацию. У нас осталась одна минута. Это горит не квартира, а какой-то крупный торговый центр. В таком случае одно звено не справится, и та проблема, то и ради чего к нам обратился стейколдер, это решить проблему работы нескольких звеньев. Мы добавляем флоттен экшн баттон и теперь можем добавлять кучу виджетов. Будь то два звена, четыре звена, шесть звеньев, десяток звеньев. Несколько десятков звеньев. И что, на бэклок у нас осталось очень много фич, которые мы не вместили в текущий продукт, но которые, я уверен, найдут свою жизнь в дальнейшем. Хочу позвать на сцену свою команду, с кем мы работали над проектом. Это Герман, Марьяна, Даша. Конечно же, наших менторов. Ярик, господин Виталик. Давайте. Давай сразу. И спасибо всему комьюнити, спасибо менторам дизайн-спортшколы и спасибо вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!